Когда я был школьником, даже, так сказать, младших классов, я с огромным удовольствием читал популярную литературу по астрономии. Знаменитые ученые наши астрономы Астрономического института Воронцов Вильяминов, к примеру, огромная книжка Вселенная, Зигель про звездное небо, ну и Сикарук, про кто создавать телескоп. Да и сегодня же, вы знаете, прилавки магазинов, они пестрят огромное количество популярной литературы, и Хокинг много раз изданный и переизданный. Слава богу, у нас есть Владимир Георгиевич Сурдин, который переводит и создает массу сборников. Анатолий Михайлович Черепощук, Чернин, Ольга Косяна Сельченко с огромным удовольствием прочитала всю ее книгу про галактику. Ну, одним словом, это, конечно, нужно для молодого поколения, для того, чтобы, так сказать, привлекать как-то их привлекать к науке. А потом сегодня все-таки, надо сказать, наука в несколько плачевном положении находится. Это можно констатировать по возрастному контингенту, по, не побоюсь этого слова, зарплатам в научных учреждениях. Поэтому здесь, конечно, нужно, на мой взгляд, говорить на камеру напрямую перед общественностью о том, что такие удивительно интересные вещи, которым любой интересующий человек хочет знать, как устроен мир, как развивалась Вселенная, что такое жизнь и так далее, есть ли, так сказать, жизнь на других планах и так далее. Эти вещи интересны любому. Они интересны и тому, кто сидит в офисе, и школьному учителю. И даже вот мне интересно проводить такие популярные лекции, потому что я шире гляжу на предмет. Когда я о чем-то рассказываю, у меня вырисовывается структурная такая более широкая картина, которую потом я, когда уже после этой популярной лекции переосмысляю, я что-то новое для себя понимаю. Это большая проблема современной науки, что она становится все более специализированной, довольно узкопрофильной. И когда пытаешься рассказать о своей области исследований популярно, хочешь не хочешь, ты захватываешь шире, чтобы сделать это интереснее. Ты, может быть, используешь язык, конечно же. Какие-то приемы, может быть, и артистические, какие-то приемы кинематографические. Одним словом, вот меня, например, тянет иногда бывает к гуманитарному знанию. А чтобы выйти из своей математической, физической области и провести мост к гуманитарному какому-то знанию, иллюстративному, художественному материалу, здесь нет ничего лучше, чем популярные лекции. Так что здесь есть не только какой-то, знаете, такой интерес популяризировать, в смысле пропагандировать, как-то привлекать людей в эту науку. В этом есть интерес самого популяризатора, безусловно, для создания более целостной, так сказать, картины. И это же известно, что самые фундаментальные, самые главные вещи в природе, они могут быть объяснены простым языком. Самые глубинные законы, они всегда самые... Их можно понять на простом уровне. Докопаться до этого простого, можно так сказать, уровня, вот этих фундаментальных законов, вот бывает очень-очень нужно, и потом объяснить это популярным языком. Но я сейчас не вдаюсь в детали, которые вот у нас журналы, газеты, в смысле троицкий вариант, периодически проводят опросы, как лучше популяризировать, есть ли какие-то советы, можно ли пользоваться теми или иными материалами. Я считаю, что здесь нужно оставлять свободу лектору, свободу популяризировать так, как он считает нужным, как у него получается. Если это интересно слушателю, то это уже полдела. А если это еще, так сказать, и специалисты согласятся, и не скажут, что вот здесь все-таки сильно приближенно что-то сказано или где-то что-то не совсем верно, то это вообще будет замечать. Субтитры создавал DimaTorzok